Смотри, я похожу к тебе и думал, что я буду говорить вот так, вот такая речь у меня будет или еще какая-то, а она совсем иная, но ты вот, это не совсем не соответствует твоему представлению, твоей картинке в голове обо мне. Может попозже, да, давай попозже. Парадигма? Ой, вообще не знаю, вообще. Это что-то из нового, нет, я, наверное, не современный человек настолько. А выглядите очень современным. Спасибо, но, наверное, не современный я. Да настоящий, меня вон здесь все знают, и в галерее знают, и везде. Что, почем? 5000 рублей. В коробке заряжки. Я всех приветствую, меня зовут Евгений Борисович. Слыхали такое отчество когда-нибудь? Я буду подходить к прохожим, задавать им 5 вопросов, и они должны будут на эти вопросы ответить глубоко, поподробнее, с примерами. Если ответ будет сухой, они получат 500 рублей. Если будет хороший, достойный ответ, когда вы, зрители, смотрите и все, понимаете все то, что здесь происходит, и то понятие, которое вам было до этого неизвестно, теперь вам стало понятно, тогда этот человек получает 1000 рублей. Здравствуйте, мужчина. Махнул рукой. Не хочется с нами разговаривать. А вот эта компания. Здравствуйте. Пообщаемся на скрытую камеру, нет? Ну ладно. Конечно, сложные вопросы, поэтому надо искать кого-то постарше. Молодежь, я думаю, вряд ли справится со всей этой мишурой. Что за вопросы? За бабосы. Будете участвовать? Какие вопросы или какие бабосы? Какие бабосы? Что больше интересует? Бабосы какие? Бабосы. Если четко отвечаете на 5 вопросов, получается всего лишь 1000 рублей. Чем богато, тем и рады. Если суховатенькие ответы будут, то, увы, пятихаточку всего лишь. Ну и что надо ответить? Что надо? Как вас зовут для начала? Валера. Валера? Я Женя. Джексон. Джексон. Четко. Но бородавца и хвост. Как у вас дела-то, все нормально? Еще пока не родила. Нормально, вы отвечаете. Куда путь-то держите? Прямо. Хорошо. Первое слово, это слово латентный. Латентный? А это что такое? Латтэ, это кофе. Ага. Короче, не знаете. Давайте это из другой серии. Сноб. Снобизм. Какие такие снобы? Понятие снобизма. Снобизм. Обзывали вас снобом? Нет. Или вы кого-нибудь? Никогда. Сноб, блядь. Нет. Не понимаете, что это значит? Но сноб это... Не знаю. Ну, это плохое слово, по-моему. Ну, короче, вы не знаете. Нет. Ну, тогда все. Идите прямо тогда. Вы же прямо, да? Да я прямо. Да? Шокеры продают. Да? Да. Что, прям, настоящие? Это настоящие. Меня вон здесь все знают. И в галерее, и везде. Что, почем? По тысяче рублей. В коробке заряжается. Вот такие. Фонарик отсюда, он до крыши забьет легко. Это прям фонарик. Уш, уш. Нормально. Заряжается от сети в коробке с зарядкой с чефон. Есть еще женский вариант. Что, там мне тоже свыше, да? Так, это же реклама. Что? Пускай все подходят к галерее, нормальные шокеры. А что нет? Да я не торгую здесь, я просто хожу. А, да? Ну, что, не надо? Да, блин, пока нет. Ну, если что, обращусь. Не говори, блин, пока не съешь аладыши. Все. Давай, борода. Позовися, давай. Борода, усы пуст. Ус от отклеился. Мне тееры подходят, говорят, что я наркоман. Кто к тебе подходит? Говорят, что я... Это ты снимался, да? Вот ты тупой наркоман. Сволочи. Ты больше не будешь сниматься, да? Ну, ладно тогда. Да, дружище, а ты, может, снимешься с нами? Может, попозже, да. Давай попозже. Ты что, у вас какой-то серьезный разговор? Да, да, честно говоря. Ну, все, парни, давайте. Поэтому так и говорю, попозже, да, да, нормально. Давай. Прожусь. Здравствуйте, можно вам задать... Один вопрос. О, нет, у нас пять вопросов. Пять вопросов? Ну, давайте пять. Как вас зовут? Елена. Меня Евгений. Итак, поехали. Первый вопрос для вас, Елена. Что такое парадигма? Ой, вообще не знаю. Ой, да? Вообще. Да. Это что-то из нового. Нет, я, наверное, не современный человек настолько. А вы выглядите очень современным. Спасибо, но, наверное, не современный. Я так особо... Наверное, я вам не смогу ничем помочь, чтобы не позориться. Ну, тогда дальше пойду. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Девушка, можно с вами пообщаться, девушка? Да. Нельзя. Видимо, нельзя. Молодой человек, опоздаешь. Ну, не очень. Давай пообщаемся с тобой. Ну, давай. Как дела? Да попрет. Хорошо. Попрет, да? Да, лучше всех. Ты куда путь держишь? Да вот в галерею. В шмотки туда-сюда? Скорее, ну да, да. А может, ты просто попитаться, не знаю. Посмотрим пока. По трапезничке. Бургер, бургер ел там такой, там есть, как-то не помню, называется. Какой? За 470 рублей бургер. Нет, наверное, нет. Очень хороший. Так, хорошо. Ты похож на Степика. Не знаю, не какой Степик. Степик – это брат моего двоюродного брата. Тут такой тоже был. Симпатяга. Вот как ты. Вот с таким причесанным. Мы с ним не видели, знаешь, сколько? Сколько? 10 лет. Класс. Так. Смотри, я задаю тебе 5, даже не вопросов, а 5 определений. Ты должен на них… Господи, я уже весь запутался. Ответить максимально развернуто, да? Да. Простым языком главное. А, простым. Не какими-то понятиями этими кидаться, когда ты вот… Тебе и так дали понятия. Ты там еще, там, три скорого. Что было понятно с примерами. А, даже с примерами. Да, если развернуто ответишь, то я, как ведущий этого шоу, дам тебе приз. Так. Тысяча рублей этот приз такой. Круто. А как вообще шоу-то называется? Вопросы за бабосы простым языком. Бомба. Да, хорошо. Если ты суховатенько будешь отвечать, то всего лишь 500 рублей. Класс. Да, вот так. Так, а мы знакомились, нет? Нет. Я Жека. Данилов, очень вероятно. Сколько тебе годиков? Нет, 26 лет. Ты питерский пассажир? Ну, вообще нет, не из Питера, но приехал сюда жить, развиваться. Откуда? Из Ростова-на-Дону. Никто не может ответить на этот вопрос. Латентный. Ну, латентный – это неопределившийся, и все. Просто неопределившийся. Ну, если коротко и по делу, да. Пока суховато, в верном направлении. Если, например, дать ряд синонимов этому слову, то латентный – это… Неопределившийся. Еще. Сомневающийся, неуверенный. Ну, нет, неуверенный – это, наверное, не то, все-таки. Латентный, ну… Раз ты очень похож на Степика, Степа Николаев. Так, Степа Николаев. Степа Николаев. Скрытый. Изначально это понятие пошло из медицины. Скрытая болячка, скрытая болезнь. То есть ты ее не видишь. Латентная. Латентный гей. Да, да, да. Скрытый. Ну, скрытый. Так, поэтому латентного можно обозвать человека, который… Который скрывает что-то, да. То есть более развертый. Даже я что-то скрываю. Я что-то ничего не скрываю. Я люблю девушек. Так, еще… А, еще надо что-то? Когда я могу повыламываться и покидать этим словом во время обычной светской беседы где-нибудь с пацанами сидим, отдыхаем. А я на самом деле вот с трудом представляю себе ситуацию, где можно вот просто кинуть это слово, мол, ну, ты латентный, ты или кто, или что, ну, получается, кто-то. А лупасит, понимаешь, лупасит. В каком плане лупасит? Говорят. Так, а что? Ну, а чем это подкрепляет? Это же зависит от контекста. Это не обязательно, да? В каком контексте? Гендерного контекста. Я тебя и прошу, это какой-нибудь пример. В каком контексте я могу кидаться? Вот мы уже говорили о том, что это может быть, да, какие-то, ну, вот там, как это, ген, сейчас скажу, как это называется, я уже забыл. Сексуальная, да, принадлежность? Ну, то есть, а больше я так и не могу себе представить, откровенно говоря. Ну, хорошо. Так, ну, давайте. Ну, так суть понятна, латентный. Ну, примерно, да. Парадигма. Я не знаю. Не знаю. Нет, я не знаю. Я честно скажу, я не знаю. И даже предполагать не буду, дабы не говорить глупостей, да, и никак оказаться глупым, потому что говорю слова, которые я не знаю. Ну, правильно. Это же честно. Тогда пропустим, давай. Это честно. Так, когнитивный диссонанс. Ну, это диссонанс, возникающий вследствие чего-то, ну, как бы привычного, да, то есть, ты что чего-то ожидаешь привычного, а происходит совсем иначе. Наверное, так. Так, как я соображу сам, ты же. Это сухой ответ. Так, это сухой ответ. Ну, хорошо, ну, хорошо, давай, да. Я испытываю сейчас когнитивный диссонанс. Пример того, кейс прям, вот случилось вот это. Ну, смотри, смотри, я подхожу к тебе, ты думал, что я буду говорить вот так, вот такая речь у меня будет или еще какая-то, а она совсем иная. Ну, ты, вот, это не совсем не соответствует твоему представлению и твоей картинке в голове обо мне, допустим. Вот, и я к тебе подхожу, и ты думаешь, что у меня голос вот такой будет, а он вот такой. И ты такой, ну, что-то странно. Да он еще вроде натурал, а он там не натурал, да, и допустим. Или наоборот, ты думаешь, ну, как-то он на гея похож, а он на самом деле натурал. Ты не похож на гея, ты прицепился. Да я не прицепился. Хватит, хватит. Никогда не мог подумать об этом никогда. Так, ну, это просто пример, ну, ты же просишь, да, с примерами с каким-то. Так, ну, вот, как а так, я думаю. Когнитивный диссонанс. Вот, например, когнитивный диссонанс мог быть у людей, которые жили и всю жизнь думали, что земля, хотя сейчас многие тоже так думают, что земля плоская, и потом им в лампасили, она круглая. И тогда ты на жопу садишься и вовсю с удовольствием испытываешь что? Когнитивный диссонанс. Слушай, ну, я, мне кажется, кстати, мой ответ очень даже подходит к этому, да? Потому что, ну, ожидаешь чего-то одного, а показывается совсем другое. И твое представление, твоя картинка об этом совершенно рушится. Угу. Собственно, наверное, да. Так, у меня интересно, что там за дальше вопросы. Окей, легитимность. Легитимность? Да. Правомерность? Или... Прошли легитимные выборы? Точного определения точно не скажу. Да точно нам и не надо. Нам нужно понимать по телевизору. Ну, это легитим... Вот они легитимные, нелегитимные. Ну, суки, ну, что вот вы мне мозг-то компонсируете? Не знаю. Скажите мне хоть как-нибудь простым языком, что значит ваше легитимное. Честное? Может, честное? Не знаю. Открытые. Связано с властью, правильно? Ну, да, видимо, да. Как-то связано, да. Чуваки, я за них голосовал, например, да? И они победили, и я такой думаю, это были легитимные выборы, потому что я... Голосовал за них. Я тот человек, который как... Не то чтобы голосовал, а то, что они хотят изменить в стране, я с этим согласен, и я своим голосом отдаю им право, чтобы они действовали. Так. Все их убеждения, это как я понимаю, опять-таки, потому что это абсурд. Я же готовился тоже, и я помню, что я еще давно думаю, легитимный, сука, что это, я начинаю копаться в интернете, там целая опять каша, ни хрена не понятно. Одно такое определение, другое такое. Опять-таки, приходится свое какое-то одно лепить из всего этого. И как я это понял, что ты как человек даешь ему возможность этому депутату от тебя действовать, то есть, например, он говорит, я сделаю то, то это, ты говоришь, я согласен с этим. Вот, мы за тебя, и это были легитимные выборы, потому что, потому что общество, оно согласно с тем, что он говорит, и не говорит, да, мы хотим так же. А если бы я, как депутат, лобасил бы в них попад, если думали, что он несет, что он несет, в итоге я побеждаю, это я так понимаю, можете меня исправить, можете в комментах там написать, что там вы думаете, но я побеждаю, а общество, оно не хотело вот того, что хочу менять я, и это были бы нелегитимные выборы. Понимаешь, что мы базарные? Мои мысли о том, что я хочу изменить, они не соответствуют с теми мыслями, что хотят эти, эти людишки, которые сейчас голосуют на выборах, так, понятно, ну, людишки. Люди, почему людишки? Какой-то приходит голосовать, там за тебя уже все сделано. Ну что, дальше, мне интересно, что там в задаче вопроса на самом деле. Так, ну ты отвечаешь хреново, хреново, да, ну я знаю. Мизантроп. Ну, людей любят он. Что делает? Людей любят. Это филантроп. Мизантроп. Мизантроп, не знаю. Все было очень похоже, и все наоборот. Ненависть к людям? Людоненавистник, назовем его так, да? Грубо говоря, да. Грубо говоря, да. А если разложить это понятие, то там тоже всякого дофига. Да, а на самом-то деле он любит, а это любит не тот, кто скажет, кто не скажет, но суть такая, что к людям он испытывает некую ненависть, безразличность. Вот такая лабудень. Так, ну, хорошо, недостаточно развернуто. Я просто не знаю, как развернуто ответить на вопрос людоненавистник. Ну, примерами, например. Может быть, ты вообще подкована. Я, ты знаешь, почему это снимаю? Я это снимаю не для того, чтобы проверить кого-то в знаниях, именно это шоу, а для того, чтобы действительно, прикинь, сейчас я нарвусь на каком-нибудь чувака, который прям даст расклад. Не то, что... Все расскажет. Не то, что мы им, мне хотя бы. Поэтому вдруг ты мне расскажешь и скажешь, спасибо тебе. Ну, про мизантропа вряд ли. Все понятно, да. Я задал себе пять вопросов. Да, давайте еще раз. Так все, кажется, они все закончились. Хотя давай, может, еще что-то там осталось. Давайте еще раз. Ну, вдруг парадигму ты не сказал. Парадигму нет. Короче, парадигма – картина мира. Ну, допустим. Вот смотри, слушай, моя смена парадигмы. Мне сколько там, 16 лет, 17. Я живу очень ровно, отношение к политике у меня ровное. Я думаю, что Путин, наверное, он молодец, он классный парень, лидер, классно. Мне это не особо интересно. И вдруг произошла движуха, которая меня очень сильно поменяла. Это была Олимпиада, и в Грузии, Осетии, вот эта война. И вдруг средства массовой информации начинают люто долбить на Россию о том, что Россия начала войну. Наши начинают говорить совершенно другие вещи. И ты изначально думаешь, что, господи, какие мерикосы ужасные. Зачем они это делают? Ну, как бы, непонятно, зачем они это делают. Но потом проходит месяц-два, и я понимаю то, что, глядя в телевизор, мы просто бараны лютые. Что смотреть то, что нам показывают, и все эти передачи новостные, и связаны с политикой, и в нашей стране, и в этой стране, и в той стране, ну, это просто бред. Я не смотрю, я прохожу. И где-то в моменте ты понимаешь, что этот мир, он не такой, какой ты думал о нем. И что на самом-то деле происходит глобальная... Катастрофа. Глобальная катастрофа. И вот тогда у меня изменилась парадигма мира. То есть я жил, о, там, новости, посмотрю, время, так, так, все интересно, да, хорошо. Там вот Путин, там, подводная лодка такая, а потом бам-бам-бам, ты думаешь, господи, и изменилась картинка, там, за какое-то полгода просто сформировалась другая картина мира нарисовалась. Либо до этого ты там веришь, я не знаю, в Иисуса Христа, думаешь, оп, все, Иисус там есть. Потом Бас что-то прочитал одно, прочитал другое. Все, ты буддист. Нет, парадигма изменилась. Да, наверное, да. Наверное, да. Класс. Я буду сейчас заканчивать это видео. Ты приятный, приятный парень, но, к сожалению, ты ничего не выиграл. Да, ты понимаешь, почему ты не выиграл? Да, у меня, мне это не деньги. Да, хорошо. Я очень спокойно к этому отношусь, поэтому я за диалог. Расскажи, кем ты работаешь. Да какая разница? Не, 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 этого не надо говорить. Все, мы заканчиваем видосы. Ребята, хочу вам сказать следующее. Во-первых, мой канал называется Негодяй ТВ. Негодяй ТВ, все. Смотрите меня в Ютубе, на Яндекс Дзене, в Инстаграме, в ТикТоке, везде смотрите, хорошо? Мы вот соберемся негодяями, всеми подпишемся на канал. Есть второй канал, который называется Еширяев. Там я сниму всякие... У меня фамилия Ширяев. Там я снимаю всякие приколюхи. Сегодня вышел видос Музыкака. Музыкака. Я вел свадьбу, вел свадьбу, и там мы сделали шоу Музыкака. Это было классно, мы попели от души вообще. И есть еще одно шоу, называется Простым языком просто. Так. Его мало кто смотрит. Всем подавай вот вопросы. Ну, интересно, а это интересно всегда. А простым языком еще интереснее. Простым языком это прям очень интересно. Причем можно залипнуть. То есть люди пишут комментарии, я считаю, они говорят, Жека по два раза смотрим. До такой степени интересно я рассказываю там все. Представляете? Видите, какой я сноб. Я тоже сноба, блядь. Жека. Знаешь, такой сноб? Что? Сноб. Ну, такой типа грустный человек. Ну, нет, как это сказать? Сухой. Можно сказать сухой? Сухой, но... Пендрешник, который хвастается. Нет, вообще нет. Почему-то он добился. Вообще нет. Да, прикинь, да. Нет, да, ну нет. Я тебе, я тебе говорю, как этот самый эксперт, я вчера прочитал это в википензии. Снобизм, это когда ты преувеличиваешь свои достижения. Либо, возможно, сидишь и хвастаешь, хотя тебя даже об этом и не спрашивают. И ты сидишь и выламываешься. Снобизм. Ну, да, наверное, да. Ладно, всего доброго. Все, давай. Приятно было пообщаться. Всего доброго. Все, мы тоже попрощались уже с вами. Подписывайтесь на все наши каналы, пишите нам любовные смс-ки и... Что там еще? И все. Инстаграм у меня есть, вот он. Сейчас будет музыка играть. Кстати, сейчас будет играть музон, который я сочинил текст, и мне сделали минус. И этот трек получился. Вот сейчас услышите. Я назвал это Макунга. Это мой трек. Есть клип на Еширяев на канале, есть клипак. Да. Все, я выключаюсь. Макунга. 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 Продолжение следует...